В эфире телеканала Юрган Крик, криминалы комментарии в студии Таисия Жакова. Здравствуйте, сегодня в выпуске. В Сыктывкарском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Лученкова. Напомним, бывшего вице-мэра столицы Коми обвиняют в посредничестве в передаче в 2007 году взятки в 10 миллионов рублей своему шефу Роману Зенищеву. Эти деньги, по версии следствия, были откатом при заключении муниципального контракта по проектированию и строительству модульной котельной в местечке Нижничев. Подкупал экс-градоначальника директор фирмы-подрядчика Игорь Осачий, который за счет поставки газового оборудования меньшей стоимостью и мощностью нанес ущерб городскому бюджету в 16 миллионов рублей. После ареста в 2013 году Сергей Лученков изобличил соучастников сделки, которые все отрицали. Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Коми и был отпущен под подписку о невыезде. В июле 2014 года запланированное короткое судебное заседание, на котором должны были определить наказание бывшему вице-мэру, перенесли из-за внезапно улетевшего в отпуск адвоката, а затем из-за неявки уже самого подсудимого. Лученкова, который два с половиной года вместе с семьей скрывался в США, объявили международный розыск. В конце февраля американские власти депортировали его в Россию. Из-за аэропорта Внуково его этапировали в Сыктывкар. Судимый Лученков, вы с материалами наложенного дела ознакомились? Да, в честь. Ознакомились. На судебном заседании адвокат Алексей Комаров просил суд провести разбирательство по уголовному делу в закрытом режиме. В настоящее время имеются угрозы личной безопасности Лученкова, также его близких родственников, в связи с имевшим место с сотрудничеством со стороной обвинения. В ходе производства по делу были даны показания, которые заключают не только Лученкова, но и ряд иных лиц, со стороны которых, на мой взгляд, имеется угроза в отношении Лученкова, а также его близких родственников. По мнению адвоката, именно угроза опасности семье подвигла Лученкова удариться в бега летом 2014 года. Гособвинение, которое поддерживает прокурор республики Сергей Бажутов, не стало оспаривать ходатайство стороны защиты. Судья объявила о закрытии процесса и удалила прессу из зала. Попал под амнистию, избежал наказания, но работы в органах внутренних дел все же лишился. Вступил в силу приговор Карткировского суда в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Николая Киселева. Его признали виновным в служебном подлоге. Автоинспектор фиктивно принимал экзамены для получения водительских удостоверений и дополнительных категорий. За такие же липовые права в прошлом году осудили и его напарника по отделу. Репортаж Эдуарда Бушуева. В оперативную разработку службы собственной безопасности МВД ПКОМИ автоинспектор Николай Киселев и его коллега Михаил Карпов попали осенью 2015 года. Особистам стало известно, что в Карткировской ГИБДД без сдачи экзаменов получают водительские права и дополнительные категории на вождение грузовых машин, автобусов и мотоциклов. К сотрудникам ГИБДД обращались либо знакомые, либо малознакомые лица, либо через своих знакомых, которые просили проставить отметки о прохождении экзаменов для получения либо водительских удостоверений, либо дополнительных категорий. Фактически сами экзамены не принимались у кандидатов-водителя. Они получали отметки об успешной сдаче экзаменов формально, в результате чего было возможно получение имя в дальнейшем водительских удостоверений, либо получение дополнительных категорий. соответствующих. Оказалось, в этой серой схеме самые активные участия принимали струдники местного филиала одной из столичных автошкол. Многие кандидаты-водители сначала якобы учились, а затем получали эффективные свидетельства об окончании обучения. При этом транспорта для учебного вождения в помине не было. Отсутствовал мотоцикл на территории Каркировского района. Автобус, который привлекался для обучения, он арендовал у индивидуального предпринимателя в селе Каркиров. Вместе с тем было установлено, что автобус находился в неисправном состоянии, выезжал очень редко с базы. Автомашина грузовая ЗИЛ-130 также была в печальном состоянии. Водители, которые в таком упрощенном для себя порядке впервые получили права или добавили себе нужной категории, на следствии утверждали, что честно зубрили правила и усиленно крутили баранку. Многие ради получения заветного удостоверения даже оформляли себе временную прописку в Каркировском районе. Некоторые из них, как и следовало ожидать, в день, когда якобы сдали экзамен, на деле были далеко за пределами муниципалитета. Ну а вот эта молодая особа вместо теста на знание ПДД и вождение на автодроме в это время сидела в классе на уроках и даже получила оценки. По данным следствия, сделать ей права по упрощенной процедуре попросил влиятельный папа. В помещении автошколы, куда для проверки показаний девушку пригласил следователь, она, видимо, была вообще в первый раз. Так, вроде или прямо? Вроде прямо. Вроде прямо или? Вроде прямо. А здесь что располагалось? Не знаю. Вообще вы здесь сколько раз бывали? Раза три. То есть за три раза не запомнили, куда их заходили и где экзамен задавали? Это было давно. А вообще, честно говоря, были вообще здесь, нет? Была здесь. А при каких обстоятельствах? Приходила заниматься. Это помещение размерами три на два с половиной метра. И семь человек должно было бы вот здесь сдавать экзамен по теории. Всё так? Ну да. Можно идти? Михаил Карпов признал вину в превышении должностных полномочий. 16 водительских прав он сделал по знакомству без корыстного умысла. Его коллега Николай Киселёв обвинение в коррупции тоже отрицал. Хотя за новые корочки директору автошколы, его пасынку и секретарше, автоинспектора и его брата отблагодарили довольно существенно. Бесплатно выдали свидетельство о прохождении обучения на дополнительные категории. По решению суда оба полицейских, Карпов и Киселёв, получили условные сроки, но были сразу абнестированы по случаю 70-летия Победы. Самым, пожалуй, суровым для них наказанием стало увольнение со службы, которой они отдали не один год. Стоит отметить, все нелегально полученные через них права, прокуратура собирается аннулировать в судебном порядке. Столичные полицейские задержали мужчину, который умышленно повреждал припаркованные автомобили во дворе дома 45 по улице Катаева. От гвоздя в руках злоумышленника пострадали сразу три дорогостоящие машины. Это иномарки Hyundai, Toyota и Renault. При плотной парковке места для прохода возле жилого дома немного. Видимо, это настолько возмутило мужчину, что он решил бороться с владельцами железных коней радикальными методами. Пострадавшие автовладельцы опознали мстителя по записям камер медионаблюдения. Это был пожилой сосед. 1957 года рождения. Он также проживал в одном из домов, рядом с которым находились автотранспортные средства. Пояснил свои действия, что ему не нравилось, как автовладельцы паркуются. В связи с этим он решил их таким образом наказать. Пенсионер полностью признал вину, но раскаиваться не собирается. По факту умышленного повреждения чужого имущества в полиции возбудили уголовное дело. Позазреваемого отпустили под подписку о невыезде. Теперь за эмоциональную нездержанность ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, мстительному соседу придется за свой счет восстанавливать поврежденные авто. Ремонт лакокрасочного покрытия только одной машины обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Кому пенсионер сделал хуже, теперь большой вопрос. Скамья подсудимых ждет вполне благополучного жителя Эжвинского района Сыктывкара. По версии следствия, он систематически использовал запрещенные методы воспитания в отношении несовершеннолетней дочери. Агрессивная педагогика подвела девушку на грань суицида. Наталья Литкевич ужаснулась последствием родительского деспотизма. В конце февраля в Эжвинский неврологический диспансер на скорой доставили 15-летнюю школьницу. Девушка была сильно подавлена, врачи диагностировали сильнейший нервный срыв. По словам мамы пациентки, у дочери было истерическое состояние. Она была вне себя и кричала, что не хочет жить из-за постоянных нападок родного отца. Со слов девочки, отец систематически наносил ей побои. Избивал ее очень жестоко, как мужчину. Не рассчитывал силу, мог нанести удар ногами в живот. Хватал ее за волосы, таскал по квартире. Мать не могла воздействовать на супруга. Проверка показала, в этой вполне благополучной семье уже давно не все ладно. Воспитывать дочь кулаками отец стал около года назад. И это при том, что девушка хорошо училась, домой приходила вовремя и всячески старалась родителей не раздражать. Но мужчина все равно находил поводы для расправы. А вот сына почему-то не трогал. Мать пыталась заступиться за дочь, но супруг ее просьбы игнорировал. Активно противостоять главе семейства она боялась. Когда возбудили уголовное дело, попросила следователя оградить ее и детей от домашнего тирана. В настоящее время в отношении данного человека избрана подписка о невыезде. Он проживает сейчас отдельно от данной семьи. Вину данный мужчина признал в полном объеме. То есть он указал, что действительно он наносил систематические телесные повреждения своей дочери. Однако объяснить причину нанесения данных повреждений он так и не смог. Сейчас обвиняемый проживает в съемной квартире. Работает спиртово, не употребляет. Проблем с законом у него раньше не было. За истязание дочери и неисполнение родительских обязанностей ему грозит до пяти лет лишения свободы. А вот вернется ли он когда-нибудь в свою семью? Вопрос, который до сих пор остается открытым. Нечитаемые номера на машине стали поводом для задержания злостного нарушителя в Сыктывкаре. Сначала водитель Мерседеса проигнорировал требования полицейских об остановке, а затем, бросив авто, попытался скрыться во дворах. Позже выяснилось, мужчина уже дважды лишен водительских прав, а регистрационные знаки у него и вовсе поддельные. Репортаж Антона Булаева. Серебристый Мерседес с грязными номерами сразу привлек к себе внимание патруля ДПС. Полицейский потребовал водителя остановиться, но тот не подчинился и объехал стража порядка по встречной полосе. Мерседес рванул по улице Дырновской. На перекрестке экипаж ГИБДД немного отстал от иномарки, чем сразу воспользовался нарушитель. Водитель свернул во дворы, бросил машину и попытался сбежать. Водитель убегает! По дворам идем! Сторону опрещено держит! Водитель, пишите, что он опрещено! Кажите экипажу помощь! Скрыться от автоинспекторов не получилось. В считанные минуты район полностью оцепили сотрудники полиции. Деваться нарушителю было некуда. Благодаря слаженным действиям наряда ДПС, данный водитель был задержан недалеко от места, где он бросил машину и был припровожден в салон патрульного автомобиля. Водителем оказался мужчина 79-го года. Ранее данный мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пенения, а также привлекался за управление транспортным средством, не имея права управления. Оказалось, водительское удостоверение у 37-летнего сытовкарца забрали по решению суда на полтора года еще в ноябре 2016-го. Однако отсутствие прав не помешало ему снова сесть за руль. Впрочем, факт управления транспортным средством нарушитель упорно отрицал. Мужчина пояснил, что он не управлял данным транспортным средством, хотя, как выяснилось, автомобиль его, и в то же время его вещи находились в том же автомобиле. Мужчина пожаловался на состояние здоровья, и поэтому была вызвана скорая медицинская помощь, и мужчина был госпитализирован. Впрочем, обращение за экстренной медицинской помощью не спасло нарушителя от административной ответственности. Семь материалов уже направлены мировому суде. Водителю грозят крупные денежные штрафы, а также до 15 суток ареста в спецприемнике.